Оригинальностью подкупил судей фестиваля Архдерево. Этот объект, он называется Семечка и создан целиком из древесины. Таково было условие конкурса, проходившего в Иркутске. Участие приняли пять команд, которые создали шесть композиций. Все они в скором времени украсят разные районы областного центра. А вот где не помешало бы дополнительное внимание архитекторов, так это на улице Коммунистической. Одна из старейших магистралей города, к тому же расположенная в самом его центре, совсем не оправдывает свое положение. Почему, поймете из рубрики новости нашего района. Центр Иркутска. Место, где жизнь бьет ключом круглосуточно. Но достаточно подняться по одной лестнице, чтобы попасть в совсем другую атмосферу. Туда, где время, кажется, застыло. Именно так можно охарактеризовать улицу Коммунистическую. Одна из старейших магистралей Иркутска до революции именовалась Хаминовской в честь известного купца и городского головы, то есть мэра. Но несмотря на всю историческую фактуру, на улице Коммунистической много и скрытых символов. Например, буквально в двух метрах друг от друга здесь находятся сразу две ритуальные конторы, которые изготавливают памятники. Кто любит всяческие скрытые смыслы, могут в этом увидеть и отражение духа самой улицы, где большинство домов, к сожалению, уже давным-давно запущены и отжили свой век. И наследие прошлого, судя по всему, тяжелым грузом лежит на этой улице. Ведь в компании гордых, но уже покосившихся домов, любое благоустройство будет выглядеть не к месту. Судя по всему, понимают это и жители Коммунистической. Все вы, наверное, слышали присказку про трудное детство в Советском Союзе и деревянные игрушки. Но что вы знаете о трудностях? Вот здесь, на улице Коммунистической, есть скамейка. И, как бы сказать, это не совсем скамейка, это просто кусок бетона, из которого торчат арматуры. И стоит она еще на двух металлоконструкциях. Спасает улицу от полного забвения лишь местоположение. Автомобильное движение здесь довольно активное. И именно обслуживание машин поставлено на поток. Шиномонтажек едва не больше, чем домов. Но если вы думали, что улица Коммунистическая – это такой типичный реликт прошлого, в котором нет ничего особо знаменательного, то вы ошибались. Одна особенность у этой улицы есть. И это надземный пешеходный переход, который фактически делит ее на две половины. И здесь вид открывается вполне себе приличный. Но бурные автомобильные реки затихают, вливаясь во вторую половину улицы Коммунистической. Если бы формулировка «спальный район» требовала четкой иллюстрации, то это место подошло бы как нельзя лучше. Но не все так просто. Когда-нибудь задумывались над тем, способна ли одна улица поэтапно проследить историю целого города. Я вот тоже не задумывался до сегодняшнего дня, пока не прошел всю Коммунистическую вдоль и поперек пешком. Судите сами, начинается она с домов до революционной постройки. Продолжается советскими бараками. После моста появляются первые бетонные двухэтажные строения. Затем знакомые нам панельки. Ну а в конце – современные многоэтажки. Согласитесь, все как в жизни. И несмотря на тихую невзрачность, жизнь на Коммунистической идет своим чередом. Но хочется верить, что однажды две половины улицы будут соответствовать и друг другу, и веяниям времени. Павел Желудев, новости по будням.